Друг и есть. Всем привет! Здравствуйте всем! Привет, привет! Ну что, мы начинаем наш эфир сегодня. Он посвящен теме работы с постановкой формы. Я выбрала именно эту тему, потому что, на мой взгляд, она очень важна для мастеров-моделирующих, так как, как правило, на курсах мы всегда сталкиваемся с проблемой, что ой, форма это страшно, сразу постановка формы это страшно, это какая-то паника. Поэтому сегодня я хотела бы обсудить с вами все нюансы постановки формы, работы именно с одноразовыми формами. Обсудим, расскажу вам устройство формы, ее конфигурацию, как ее правильно подставить, как ее ровно склеить, то есть обсудим все моменты для того, чтобы в дальнейшем упростить свою работу. Потому что мастера, которые даже прошли курс по моделированию, очень часто именно с этой проблемой сталкиваются. Я подготовила руку, сделала 3-4 ноготочка, подготовку целенаправленно, не убирала длину свободного края, то есть оставила ее как есть, для того, чтобы мы могли и ноготок подготовить к постановке формы, и саму форму поставить. То есть полноценное моделирование и полноценную архитектуру мы выстраивать не будем, именно разберем форму и выполним удлинение разными материалами. В процессе нашего эфира вы можете задавать свои вопросы, и параллельно я буду на них отвечать. Максимально постараюсь ответить на все вопросы. Ну, тогда начинаем, хорошо? Разворачиваем камеру. Так, развернем, установим. Пишите сразу, видно, не видно будет. Вот такая у нас ручка. Ну, здесь, в принципе, я подобрала руку с разными формами пальчиков. Мы видим, что средний палец, концевая фаланга у нас уходит в сторону. Это тоже является проблемой при постановке формы. Безымянный палец у нас достаточно сильно растропечен, ложеноктивой, то есть он уходит в такую четкую трапецию. Мы сейчас выполним подготовку и поработаем уже непосредственно с формами. Формы одноразовые, формы на клеевой основе. Обращаю ваше внимание на то, что форма имеет достаточно большую длину. То есть здесь у нас фактически 14, там, 14,5 единиц. Вся вот эта конфигурация формы, она неспроста придумана, да, то есть не просто для красоты. То есть каждая часть формы, она несет свою функцию и помогает нам в работе. Обращаю ваше внимание, что данная форма имеет линию перфорации в зоне удлинения. При небольшой длине мы можем эту часть убрать, складываем по линии перфорации и эту длину убираем, если нам не нужно моделировать такие большие, такие длинные ногти. Это первый момент. Далее, что у нас еще имеет форма? Форма у нас имеет еще боковую перфорацию. В случае, если околоногтевые валики очень большие, обратите внимание, форма уже имеет вот такие вырезы. Для того, чтобы валики боковые в нее выпадали и форма четко становилась. Дополнительно, при сложной постановке, форма также имеет линии перфорации еще по бокам. То есть если здесь вы в размер не попали, можно сделать дополнительные насечки по перфорационной линии и установить форму. Форма всегда снимается с липкой основы. И вот здесь у нас на подложке остается такое окошко. Вот это окошко я называю окошко жесткости. Если видно, здесь также присутствует еще одна линия, лепесточек перфорационная. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы форму в зоне стыка с ногтевой пластиной, вот здесь у основания, дополнительно укрепить, то есть сделать ее более жесткой. Очень часто вижу такую историю, когда мастера снимают форму, далее снимают окошко, вот это перфорационное, и тратят очень много времени на то, чтобы вот здесь с внутренней стороны форму соединить. И соединяют ее вот таким образом. На мой взгляд, это достаточно такая грубая ошибка. Видите, вот так получается. Почему? Потому что когда таким образом вы прикрепляете форму, вот здесь с внутренней стороны, она у нас глянцевая, да, там где логотип, и с внутренней стороны форма перестает быть липкой. Нам очень важно, чтобы внутри полностью форма была липкая, и при постановке прилегала и прилипала вот здесь, в зоне свободного края, именно к подушечке пальца. Что нам нужно сделать, чтобы форма была полностью липкая? Мы берем форму, также опять убираем лишнюю длину, если есть в этом необходимость. Согнули по перфорации, длину убрали. Далее снимаем форму с липкой основы, также у нас остается окошечко, и мы форму сверху на это окошко накладываем. Нажимаем большим пальчиком на лепесток, который у нас остался на форме, он у нас остается на подложке, он нам не нужен. И при этом форма у нас получается полностью липкая, вся с внутренней стороны. При вот таком соединении формы у нас есть возможность качественно ее зафиксировать на подушечке пальца и избежать ступеней с внутренней стороны. Вот таким образом мы подготавливаем форму. Для того, чтобы нам далее с ней работать, верхние боковые части мы обязательно разрезаем по перфорации. Девочки, ставлю акцент именно на том, что форму мы разрезаем, ни в коем случае не разрываем. Почему? Нам нужно, чтобы верхние боковые части, вот они, верхушки, были одинаковые, чтобы они были симметричны относительно друг друга, и мы могли формой управлять. То есть вот эти верхушки, верхние, они, это как руль, это наш ориентир. Мы будем ориентироваться на то, насколько корректно установлена форма. Вот таким образом мы ее подготовили. Далее перейду к подготовке непосредственно самих пальчиков, самих ноготков. Посмотрим. На указательном пальце я хотела бы установить форму для моделирования квадратом. По критериям, каким образом для квадратных ногтей мы устанавливаем форму. Я возьму листок и немножечко хочу с вами еще и порисовать. Так, Настюш, ручку. Смотрите, вот у нас ноготок, наша ногтевая пластина, подготовленная. Подготовленная ногтевая пластина. На нее мы устанавливаем форму. При моделировании квадратных, квадратно-овальных и овальных ногтей форма устанавливается таким образом, с легким небольшим вздергиванием. При этом у нас носик формы должен совпадать с наивысшей точкой на ногте. Мы мысленно можем себе провести сверху линию. И что у нас получается? У нас в зоне стыка ногтевой пластины и формы образуется такая галочка, небольшой домик. Для чего нам это нужно? Это нам позволит выстроить ровные боковые параллели при формировании квадратных ногтей. И в дальнейшем даст нам возможность заложить толщину в стрессовой зоне. То есть вот у нас зона стресса будет. Здесь будет заложена максимальная толщина. Таким образом мы устанавливаем форму при формировании квадратных ногтей. Теперь посмотрим на практике. Берем наш пальчик. Оцениваем линию свободного края. Сейчас что мы видим? У нас есть длина. У нас по боковой линии, если мы развернем ноготок, видите, обратите внимание, какой изгиб продольный на ногте мы имеем. У нас ноготь, свободный край смотрит слегка вниз, то есть он опущен. Форму нам нужно вздернуть, слегка поднять наверх. Если мы не уберем длину свободного края, вот здесь в центре не подберем, что у нас произойдет? У нас форма при постановке будет упираться в торец, в свободный край, и поперечный изгиб, то есть арочка наша, вот он, изгиб поперечный, при давлении ногтя свободного края, он у нас будет заквадрачиваться, то есть форма может приобрести такую заквадраченную арку, что в моделировании является недопустимым. Мы должны с вами обязательно сформировать хорошую, ровную, симметричную, поперечную арку. Потому что на этапе постановки формы этот момент очень важный. Если арка поперечная при постановке формы заквадратилась, либо заломилась с одной из сторон, стало несимметрично, в итоге при моделировании мы поверхностным опилом это исправить не сможем. И с точки зрения именно архитектуры ногти у нас уже будут построены неправильно. И в дальнейшем это может привести к ряду проблем. К сломам, к трещинам и так далее. Форму подготовили. Готовим ноготок. При помощи пилочки я взяла белую пилочку, она более мягкая, 100 на 180 единиц. Укладываю ее с раскрытием на себя. И в торце, вот здесь, в центре, подбираю длину, провисающую часть свободного края. Я не опиливаю прям по линии гипонихия, а просто именно убираю провисание. Выставляю под боковые стороны, подчищаю боковые линии с одной стороны, подчищаю боковую линию с другой стороны, так как при отрастании ноготок становится неровным, зубчатым по боковым линиям. И только слегка мы с вами подкруглим уголочки. Вот эти провисающие части снизу я прям завожу пилочку и снизу подкручиваю. С одной стороны и аналогичным образом с другой стороны. Смотрите, для моделирования квадратных ногтей нам этого достаточно. Убирать полностью по линии гипонихия свободный край ногтевой пластины смысла нет. Уберу опил под классическое моделирование. Мы используем три средства. Это базовый, такой стандартный базовый вариант. Наносим быстренько наилпред. Я просто не хочу этап подготовки пропускать. Нанесли наилпред, подсушили его слегка на воздухе. Следующим этапом наносим ультрабонд. Это грунтовка, праймер. Тоненьким слоем, без нахлёстов и проходя уголочком по торцу. Ультрабонд. И далее наносим супербонд в качестве базового покрытия под твёрдую гелевую систему. Таким образом, мы все ноготочки подготовим. Я сейчас детально об этом рассказала, на следующих пальцах уже на этом акцент ставить не буду. Тоненьким слоем в качестве подложки и по торцу проходим. Подсушим сейчас 30 секунд и приступим к установке формы. Обращаю ваше внимание сейчас на свои перчатки. Подобрала их по размеру. К сожалению, не чёрного цвета они, но тем не менее. У мастеров зачастую бывает проблема, что они не могут устанавливать форму в перчатках, так как форма к перчаткам очень сильно прилипает. У неё хорошая, такая липкая, клевая основа. Если у вас перчатки не по размеру, и они достаточно свободно сидят на пальчиках, то форма будет очень сильно к ним прилипать. Вот чем плотнее перчатки прилегают к вашей руке, тем проще перчатки отделить потом от формы. Приступаем. Сняли форму, боковые линии у нас уже разрезаны. Следующим этапом, смотрите, указательные пальчики я подставляю под надписи вот логотипа нашего Эми. С одной стороны и с другой стороны форму мы всегда держим двумя руками. Далее, свои безымянные пальцы я подставляю под нижние боковые части, чтобы форма у меня просто вот в плоскости зафиксировалась. Большие пальцы я укладываю на поперечный изгиб. И прежде чем подставлять форму, я этот изгиб формирую. То есть я беру форму, так как мы подклеили окошечко жесткости, форма у нас стала такая достаточно жесткая. И поэтому заранее, прежде чем форму подставлять, я этот изгиб формирую. Видно? Вот, между двумя большими пальчиками я изгиб этот сформировала. Далее. Изгиб сформировали. Средними пальцами я фиксирую палец клиента. И в согнутом состоянии, не разжимая поперечного изгиба, я сначала завожу форму под уголочки. Посмотрите, видите, мы завели под уголочки. Здесь у меня посередине пока дырочка. Сейчас, наверное, немножечко ракурс мне не нравится. Я сейчас, девочки, слегка подправлю телефон, чтобы именно видно было место. Вот, на мой взгляд, вот таким образом будет лучше, потому что мне очень хочется, чтобы именно этот нюанс был виден. Сейчас, секунду. Со штативом. Так, держится. Вот так, вот как раз-таки торец и свободный край. Скрутили форму в поперечном изгибе, завели под уголочки в скрученном состоянии. Я не прилепляю пока форму к валикам. Я начинаю приподнимать носик формы и вставлять середину. Посмотрите, бывают такие ситуации, когда вот здесь, в центре у клиента вытянутая линия гипонихия, он приросший. И для формирования квадратных ногтей, ушли, да? Нам приходится середину вырезать. То есть, если в центре у вас ноготь уперся, что мы можем сделать? При помощи ножниц, вот здесь, в центре, в самом центре, на ширину двух клеточек, как правило, шире вырезать не нужно, только слегка углубить. Я сделала небольшое углубление, вставила форму под углы, приподняла и вставила середину, вставила центр. Далее, большими пальчиками я надавила на боковые валики, вот это движение, и зафиксировала форму. Помните, так как она у нас липкая с внутренней стороны, мы ее зафиксировали и прилепили к валикам боковым и к подушечкам пальца. Верхние боковые части развели в стороны и установили вот сбоку пальца, не укладывая, не прилепляя, не склеивая их друг с другом, четко, параллельно, напротив друг друга. Зафиксировала форму между большим и указательным и теперь свои безымянные пальцы от ушек отклеила. Форма установлена достаточно легко, то есть мы ее не впихивали под ноготь, мы именно вставили, вырезали середину, вставили и зафиксировали. Дальше очень важный момент, нам нужно вот эти нижние боковые части склеить четко, встык-встык, чтобы с внутренней стороны вот здесь у нас не было нахлеста и они четко стали друг напротив друга. Смотрите, когда у нас появляется нахлест с одной стороны или с другой стороны, что происходит? Капелька на форме начинает искривляться и, соответственно, поперечная арка на ноготочке, да, чуть выше. Сейчас, девочки, секунду, у меня телефон не фиксируется. В таком случае капелька у нас искривляется, а нам ни в коем случае нельзя этого допускать, это очень важный момент. посмотрите на форму сверху. Видно, что по ширине вот здесь сейчас форма шире, чем само ногтевое ложе, а нам нужно наоборот, форма должна быть чуть-чуть уже, либо по ширине ложа. Что нам нужно сделать для этого? Я уголочками своих пальцев в зоне вростов наступаю на форму и вниз как бы по косой с небольшим давлением на боковые валики вниз двигаюсь, как будто склеиваю форму снизу, вот здесь, с внутренней стороны. Вот таким образом. Далее, при постановке формы обязательно нужно ориентироваться на центральную, вот на центральную линию по перфорации между цифрками, чтобы она у нас совпадала с фронтальной осью пальчика. Ноготок и палец сам по себе слегка уходят в сторону. Поэтому при моделировании, при постановке формы обязательно разворачиваем ручку клиента. На камеру это не очень видно, но нам нужно развернуть и посмотреть на руку, то есть как клиент на нее смотрит, вот таким образом. Развернуть, посмотреть и при необходимости, давай лампу уберем, вот, вот так, нашла ракурс, и при необходимости отклеить одну из верхних боковых частей, то есть уходит у вас вот вправо форма, вы берете левую часть, отклеиваете и подтягиваете ее в нужном вам направлении. И тогда у нас носик формы немножечко смещается, то есть мы можем таким образом выполнить легкую коррекцию формы. Выломать ноготь в обратном направлении клиенту не получится, необходимости в этом нет. Но слегка выровнять вот эту центральную ось обязательно нужно, чтобы свободный край смотрел всегда в одном направлении был. Вот таким образом. обязательно разворачиваем, контролируем постановку формы при виде сбоку. Важный момент. Мы можем увидеть сейчас, давайте я переверну, вот белый фон, вот он у нас носик формы, а вот у нас наивысшая точка на ногте. Да, этот запас для толщины, он небольшой, галочка, этот домик, он не должен быть сильно ярко выраженным, но тем не менее он должен читаться. Видно? Я специально уложила палочку на плоскость ногтя и дотронулась до носика формы. И я вижу, вместе с тыком формы и ногтевой пластины, у меня образовался запас для того, чтобы заложилась толщина стрессовой зоны. Вот таким образом. Поджали форму, проверили, проконтролировали. Верхние боковые части, смотрите, это руль, да, я уже говорила об этом, это руль, это наш ориентир. Они должны всегда находиться на одном уровне. При взгляде сверху, то есть в плоскости одной быть, если сбоку мы положим палочку, также на вот эти боковые части, она у нас должна ровненько лежать, то есть не может быть одна боковая часть выше, а другая ниже. Если вы такую картину наблюдаете, значит форма перекосилась, ушла в сторону. Обязательно боковые части всегда крепите только к боку пальчика. Не прилепляйте их наверх, не заворачивайте их на палец. При вот такой фиксации вам будет проще и легче оценить, насколько качественно установлена форма. Посмотрели сбоку на боковые части, посмотрели на них сверху, нам сразу же видно в плоскости, насколько ровно они установлены. То есть боковая часть, она нам вообще в принципе говорит о корректности постановки формы. Если мы вот таким образом развернем пальчик, смотрите, видно, что у меня боковая часть, вот она верхняя, она находится не выше уровня моего вот пальчика самого. Это о чем нам говорит? О том, что носик формы вздернут вверх. То есть даже несмотря, вот если мы закроем, несмотря на свободный край, только по расположению верхних боковых частей нам будет сразу понятно, корректно мы поставили форму для квадрата или нет. Вот таким образом. Удлинение можно выполнить любым материалом, в принципе, который предназначен для удлинения. Я взяла несколько таких классических вариантов. Это форм гель натурал. Здесь вы можете исходить из показаний, исходя из своих предпочтений. Он такой, скажем, средней вязкости, имеет консистенцию вот такую, и натуральный цвет, подходящий по цвету натурального ногтя. Каким образом я действую? Я набираю небольшую капельку, фиксирую форму при выкладке, всегда форму придерживаю, выгружаю эту капельку на форму перед свободным краем, в центре определяю себе длину, которую я хочу в будущем получить, и вот таким образом, стык в стык, всегда выкладываю материал, стык в стык. Немножечко, конечно, пошевелила форму, сейчас она у меня уехала, но мне главное показать вам сам процесс. Для того, чтобы облегчить себе дальнейшее моделирование, я на ногтевую пластину никогда не выкладываю много материала для удлинения, потому что по ровной поверхности мне будет потом гораздо проще моделировать. вот прям стык в стык выложили, слегка зашли на торец, вот на свободный край, то есть прикрепили материал, вот так, и можно сушить. Сейчас подтяну немножко, и мы с вами просушим. Сушим. Смотрите, если при удлинении, вот я сейчас нарисую, пока сохнет, есть у нас 30 секунд, в росте ногтевые, свободный край, ногтевая пластина, и вот она наша форма, наше удлинение. Выкладывая материал стык в стык, слегка подцепляя его за свободный край, у меня плоскость фактически, то есть мы материал выложили на толщину натуральной ногтевой пластины, и у меня поверхность, вот эта сверху, она сразу сформировалась достаточно ровно, мне проще будет здесь моделировать, выложить материал, и уже смоделировать его к кутикуле, и стянуть его к свободному краю. Если при выкладке вы выложили много материала для удлинения на само ложе ногтевое, то материал, который мы выкладываем по поверхности, начинает, как правило, стекать, его чрезмерно много получается, нам приходится потом много пилить, поэтому я всегда стараюсь выкладывать стык в стык, слегка заходя на торец, и на толщину торца выполняю это удлинение. Мы сейчас с вами подставили форму для квадрата, обратите внимание на то, что форма у нас установлена трубочкой, сформирован поперечный изгиб, да, к носику, вот сюда, к торцу, к свободному краю, вот сюда, к носику формы, у нас есть некоторое заужение, но нос формы мы не склеиваем, мы не склеиваем, мы не пережимаем, мы обязательно контролируем вот боковые вот эти плоскости, чтобы форма у нас имела четкую, красивую трубочку, без заломов. При такой постановке формы у нас квадрат, наш будущий, получится с хорошими, ровными боковыми параллелями, вот они у нас, сверху заложится толщина материала, и получится красивый, четкий квадрат. То есть мы ширину нашего свободного края заузили за счет чего? За счет того, что мы сформировали трубочку, то есть мы форму немножечко зажали. Это у нас квадрат. Далее я хотела бы рассмотреть постановку формы для миндалевидных, стилитовидных ногтей, каким образом мы действуем и как мы ее устанавливаем. Тоже сейчас три секундочки порисуем. Аналогичным образом на подготовленную ногтевую пластину мы устанавливаем форму. Но в данном случае на что мы ориентируемся? Носик формы мы с вами должны слегка опустить вниз. При этом ориентируем его примерно на ногтевые вросты. Вот видите, вросты ногтевые, чтобы у меня ребрышко боковое по длине вышло на центр. В таком случае стилеты, миндали получатся с хорошей, ровной, вот здесь боковой параллелью, они не будут вздергиваться. И при этом у нас заложится достаточно толщины, достаточно материала в стрессовой зоне. Если мы носик формы задерем с вами, как на квадрат, что мы получим? Мы получим стилеты, либо миндаль с вздернутой боковой параллелью. Это недопустимо. То есть ноготки у нас должны всегда иметь четкую, чистую, ровную боковую параллель. Форму готовим аналогичным образом. Смотрите, в данном случае на этом ноготочке я, наверное, не буду убирать длину. Давайте посмотрим другой вариант. Я также снимаю ее с липкой основы. Я также накладываю по линии, подклеиваю себе для жесткости. Наступаю на окошко, снимаю форму, разворачиваю, разрезаю по перфорационной линии и форма у нас готова. Теперь подготовим свободный край. Давай ручку. Посмотрим на свободный край. Теперь здесь. Он у нас неровный. Он у нас что имеет? Ногтевые вросты на разном уровне. Здесь ногтевой врост у нас ниже. Здесь ногтевой врост у нас выше с этой стороны. Каким образом мы готовим ногтевую пластину? Я также завожу пилочку под торец. И в данном случае я фактически по линии гипонихия опиливаю ноготок. То есть, если для квадрата мы уголочки только смягчали, то для формирования миндалевидных и стелетовидных ногтей мы вот эти уголочки с вами должны обязательно закруглить. Конечно, не по самое мясо клиенту опиливаем, но по подушечку пальца оставляю небольшую длину. Пыль излишнюю я уберу. Смотрите, вот таким образом. Не травмируем ногтевые вросты. То есть, у нас, видите, тут ноготочек немножко остался. Мы повторили фактически линию гипонихия. Готовим также. Быстренько нанесли nail prep, подсушили ноготок. Следующим этапом наносим ультрабонд. Грунтуем ногтевую пластину, проходим по торцу. И далее также наносим супербонд. Небольшим слоем. Можно втирающим даже его сделать. Таким вбивающим в ногтевую пластину. Тонко-тонко. С одной стороны, с другой. И уголочком также по торцу пройдем. Сушим. Возвращаемся к нашей форме. Еще раз повторю, может быть, кто-то присоединился. Форму мы подготовили таким образом, чтобы она у нас была полностью липкая. Вот здесь вся с внутренней стороны. Давай ручку. Скручиваю форму в поперечном изгибе. Мы в любом случае изгиб этот должны сформировать. В салонном моделировании у нас размер вот этой арки поперечной составляет 25-35% от окружности. Мы не можем себе позволить моделировать плоские ногти. Они будут непрочные. И при лобовых ударах они, скажем так, при нагрузке со стороны свободного края они будут лопаться в зоне вростов. Также в скрученном состоянии я завожу под уголочки форму и потом вставляю середину. Видите, вот таким образом. Вставили середину, нажали на боковые валики и размещаю верхние боковые части выше уровня пальчика. О чем мне это сразу говорит? О том, что у меня носик будет смотреть, в наклон вниз. Зафиксировала, прилепила большими пальчиками к валикам, придержала форму, отклеила перчатки от формы. Вот таким образом. Далее, сейчас попробую, девочки, на бок развернуть. Далее наша задача склеить вот стык в стык нижние боковые части. Мне, конечно, из-за телефона не очень удобно это делать. Не видно. Сейчас, секунду. Я немножечко уйду из кадра. Склеиваем нижние боковые части. Форма у нас также сейчас широкая. Что мы делаем? Мы повторяем наше движение. В зоне ногтевых уростов устанавливаем пальчики свои, двигаемся вниз по косой и полностью снизу, видите, я по форме пальчиками вот здесь внизу прохожу, я полностью форму снизу всю склеиваю. Для того, чтобы не образовывалось заломов. Видно? Делаю заужение с острым носиком. Вот она у нас разница. Вот у нас квадрат. А здесь у нас будет миндаль. сделала заломчик и снизу скручиваем. Разворачиваем по боковой оси и смотрим на линию. У нас что произошло? Носик формы у нас слегка, как на картинке, у нас носик формы слегка опущен вниз. Это позволит нам выстроить ровные боковые параллели, сделать красивое заужение и заложить толщину стрессовой зоны. Посмотрите на разницу. Вот у нас боковые части при квадрате, то есть они фактически на уровне пальчика находятся. А вот у нас боковые части при миндалевидной и стелетовидной форме. Они у нас находятся выше уровня нашего пальца. И это сразу нам говорит о том, что носик формы у нас опущен вниз. Вот таким образом. Обязательно нужно пальчик всегда переворачивать. Обязательно нужно ориентироваться на фронтальную ось. Вот обратите внимание, что в начале нашего эфира я об этом говорила, что концевая фаланга уходит очень сильно, направлена в сторону. И я при установке формы сразу ее подтянула, немножечко увела. То есть при моделировании у меня получится такой хороший ровный ноготок при взгляде по фронтальной оси. То есть когда мы ручку клиента положим на стол, то есть вот у нас пальчик клиента, мы его опустили, мы его перевернули, и мы посмотрели, как он будет выглядеть в перевернутом положении. То есть как он будет выглядеть, ну скажем, глазами клиента, как клиент это видит. И мы можем приступать к выполнению удлинения. Вот здесь мы чем можем удлинить? Ну, например, натурал композит. Натурал композит, универсальный материал, он используется как для удлинения, так и для запечатки. То есть если его сравнивать с форм гель натуралом, у него другая вязкость, у него она выше, у него такая достаточно густая консистенция, то есть вытаскиваются вот такие колбаски для запечатки, но свободный край мы также можем удлинять. Это удобно в том случае, если вы моделируете, например, длинные ногти, если вы только начали свою практику и боитесь, что на большой длине у вас там материал может потечь, растечься в сторону. То есть вот в этом случае и выкладываю удлинение. Также выгружаю к свободному краю, сразу же вытягиваю, например, нужную мне длину, также подтягиваю, выкладываю материал стык в стык. Здесь у нас идет натурал композит в работе, да, у него более густая вязкость, он ложится более толстым слоем, мы не можем его прям так идеально выровнять в идеальный блик, но по плотности материала, по цвету на подложке мы можем с вами ориентироваться, какая у нас толщина выложена. Вот таким образом. Носиком кисточки прям берем и аккуратненько распределяем его по форме. Недостаточно, взяли немножечко еще и добавили. Вот один из вариантов, то есть можно использовать и этот материал для удлинения. Также стык в стык к натуральному ноготочку. Видно, да, что у нас удлинение, ага, фокус вернула, у нас удлинение не шире, чем наша натуральная ногтевая пластина. Слегка промазала в торце на свободный край, слегка зашла. И все, и теперь сушу. Сушим. Так, и далее. Присыпаем к следующему. Смотрите, следующий ноготок у нас имеет трапециевидную форму ногтевого ложа. Оно расклешенное. И в таких случаях, когда мы имеем трапецию, то есть вот такой фактически у нас ноготок. В росте ногтевые свободный край, вот у нас ноготок. В зоне вот здесь в ростах ногтевых при постановке формы, смотрите, если мы поставим прям ровненько по ширине, мы получим такую лопатку, очень широкий свободный край. Поэтому в этом случае нам всегда хочется сделать поуже и ноготок немножечко поджать. Каким образом мы будем это делать? Вот, видно трапеция. И видно, что линия гипонихия здесь будет выше. Мы никогда не стремимся поставить форму именно упереться в линию гипонихия. Нашей задачи нет. Потеряла свою палочку, кисточкой покажу. Вот, видно. Нет задачи упереть форму прям вот в эту линию. Мы можем с вами слегка освежить, скажем так, свободный край. Я не буду длину здесь убирать. У меня она фактически равна, не выходит за подушечку пальца. Слегка заведу по бокам, почищу боковые линии. Вот таким образом. Также подтяну уголочки и немножечко пройду в торцы. Вот таким образом. Быстренько наилпреп. После наилпрепа ультрабонд. И наношу базу. Смотрите, сейчас я это делаю достаточно быстро, скажем так, для того, чтобы время сэкономить. Конечно, нам нужно время, для того, чтобы наилпреп испарился. Это дегидратант. Он выводит остатки влаги и масел из натуральной ногтевой пластины. Конечно, нам нужно время, для того, чтобы ультрабонд немного подсох. Он сохнет у нас на воздухе. То есть нам нужно хотя бы, чтобы в течение двух минут ультрабонд испарился. Тогда он обеспечит нам хорошее прилегание и прикрепление к ногтевой пластине. То есть сейчас я немножечко эту технологию нарушаю, именно исходя из временных рамок. И опять наша форма. Здесь уберем удлинение. Форму нужно поставить и вот прям натренировать. Если вы находитесь на этапе обучения, прям вот не экономьте формы, постарайтесь натренировать. Сняли, прилепили, установили. Видите, что там где-то какие-то косяки. Не старайтесь их исправить уже на поставленной форме, уже на склеенной форме. Не пытайтесь ее расклеить. То есть взяли, убрали, ставим следующую. Это такая будет очень хорошая, тренировка для вас тоже в том числе. Сняли, наложили на окошко. То есть когда это отработано, это все происходит достаточно быстро. Опять-таки разрезали по перфорации. Взяли двумя руками. Момент прилипания формы к перчаткам. Если я возьму форму вот прям плотно, обычно девчонки на курсах берут, хватаются в эту форму, прям очень крепко, плотно так ее зажимают, и она очень сильно прилипает к перчаткам. Если вы держите ее легонько, видно, я вот касаюсь буквально, видите, буквально носиком, буквально своими ноготочками, просто для того, чтобы она у меня зафиксировалась. То есть не зажимайте форму, не прижимайте ее сильно плотно к себе, и тогда вам будет легко, совершенно спокойно делить ее от перчаток. Также скручиваю в поперечном изгибе. То есть эти движения, они вот просто идут уже на автомате. Скручиваем, пальчик берем. Свободный край мы оставили. По гиппанихии не убирали длину. Я скрутила в скрученном состоянии. Видно, я в скрученном состоянии. Это очень важно, потому что у нас так формируется поперечная арка. Я подставила под углы и вставила, вот покачалась, вставила середину. Видно, что у меня форма плотно подошла и плотно прилегает к внутренней стороне ногтевой пластины. Я никогда не стремлюсь повторить линию гиппанихия. Если форму я вот так распрямлю и начну ее просто вставлять и пытаться именно вот гиппанихию подтянуть, у меня будет всегда образовываться ступенька. Видно это? Поэтому легко, без давления, супер плотности нам не надо. У нас форма липкая с внутренней стороны. скрутили, под уголочки завели, покачались и вставили середину. Встала середина, надавили пальчиками на боковые части, на боковые части свободного края и выставили верхние боковые части, зафиксировали их на пальчики. Смотрите, я здесь зафиксировала, я вверху зафиксировала, убираю пальцы, вот она моя форма, она мне никуда не упадет, не убежит, то есть она мне никуда уже не денется. Я могу сразу ее выровнять по фронтальной оси, посмотреть, чтобы она мне не уходила в стороны. И далее совершенно свободно могу склеивать боковые части. Склеиваю боковые части, я сейчас заглядываю, делаю это снизу, так как у меня телефон, перекрывает мне ноготок. Склеиваю снизу, смотрю, давайте развернем капельку. Когда склеены боковые части симметрично, мне кажется, что именно в таком положении, сейчас посмотрите на форму, очень хорошо видно, у нас капля, вот она, абсолютно ровная, она симметричная, то есть мы сразу понимаем, что у нас арка поперечная на ноготочке получится идеально, просто ровно. Посмотрите, вот на ребрышко формы, вот здесь с внутренней стороны, уголочек с уголочком совпал, верхушечки четко совпали друг с другом, то есть на это, девочки, обязательно обращайте очень большое внимание. Это такой вот, на мой взгляд, залог успеха, такого супер классного моделирования. Следующим этапом заужаем форму, уголочками своих ноготков я надавила, вот в ростах ногтевых, и по подушечке пальца вниз пошла. Видно? Вот прям заузила. Теперь указательный и большой переместила вниз, и выполняю небольшое заужение снизу полностью. То есть, если мы в этот момент будем смотреть с вами в каплю, будет ощущение, что я внутри, вот здесь, хочу форму склеить между собой. Вот я внутри ее склеиваю друг с другом, и сразу при взгляде сверху, что происходит? Моя форма заужается. Также можно отклеить одну верхнюю боковую часть. Я делаю сейчас это не в перевернутом положении, для того, чтобы вы четко это увидели. Подтягиваю ее на себя, и тем самым подтягиваю носик, то есть выравниваю форму, относительно нашей фронтальной оси. Вот таким образом. То есть, мы видим, что у нас есть свободный край. Мы видим, что форма у нас плотно прилегает, что у нас нет никаких стыков, нет никаких зазоров между ногтем и формой. То есть, главная наша задача была, что сделать? Сжать форму в изгибе, вставить ее. Очень нужна зарядка. Сейчас на столе у меня зарядка, сейчас я извиняюсь. Смотрите, что у нас происходит, если мы поставили форму, вот у нас небольшой свободный край, да, вот как сейчас. И мы подставили форму, а здесь у нас образовалась ступенька. Что в этом случае у нас в дальнейшем с нашими ногтями будет происходить? То есть, вот эта ступенька с внутренней стороны, сюда затечет часть материала. И фактически, что мы с вами получим? Мы получим с вами толщину, и плюс еще выстроим, сверху выложим материал, укрепление, да. При опиле, в первую очередь, мы уберем длину, то есть откроем толщину торца и увидим в торце, ну, скажем, такую хорошую толщину. Посмотрим и сделаем вывод, что, ой, как классно, у меня хорошее укрепление. Но фактически, половина вот этой толщины, половина вот этого укрепления, она не несет никакой пользы. Она не отвечает за нагрузку. Она уходит у нас под ноготок, с внутренней стороны, потом в первую очередь, эта ступенька пропускает влагу, под ней образуются загрязнения различные, и ногти, что с ними происходит? Они получают отслойки, при следующей коррекции у вас может быть изолированная отслойка, потом внутри. Очень часто клиенты любят вот таким образом, эту ступенечку с внутренней стороны, другим ноготком вот так подцепить, для того, чтобы загрязнение убрать, и ноготь в этом месте трескается. Поэтому очень важно обеспечить плотное, такое хорошее, качественное прилегание формы к ногтевой пластине, видно вот с внутренней стороны, чтобы материал у нас не зашел под свободный край. Таким образом, мы выложили, выставили форму, точнее, извините, и повторили изгиб. В данном случае, так как я обратила ваше внимание на то, что ноготь расклешается, имеет трапециевидную форму, здесь я бы удлинение выполнила при помощи акригеля. Вот, посмотрите, почему. Акригель это достаточно жесткий материал, и в тот момент, когда акригель у нас горячий, мы имеем возможность его поджать, и, соответственно, и арочку сформировать, и слегка заузить вот эту трапецию. С акригелем я работаю при помощи очищающего спрея. Вот, очищающий спрей, я напшикала его просто в крышечку. Апельсиновая палочка, апельсиновую палочку смачиваю. Излишки можно о салфетку промокнуть. Акригель. Небольшое количество, прям вот, ну, фактически, такой шарик небольшой выдавила, палочкой подгребла, с тюбика сняла. Берем акригель. Я также выкладываю его всегда, вообще очень люблю с акригелем работать, такой красивый шарик в центре перед свободным краем. Так же, как и предыдущее удлинение перед свободным краем. И я этот шарик визуально себе делю, ну, можно сказать, на две половинки. Одна половинка толщины у меня в одну сторону пойдет, вторая пойдет в другую сторону. Определила себе толщину. И такими наступательными движениями полностью, вот, всей плоскостью палочки я наступаю на акригель, я подталкиваю, то есть своим удлинением, что я делаю? Я восстанавливаю толщину, истинную толщину натуральной ногтевой пластины моего клиента. То есть у меня это удлинение равно толщине натурального ноготка. С одной стороны разворачиваюсь, и также всей плоскостью палочки я подтягиваю эту толщину и опускаю, формирую боковую параллель с другой стороны. Вот можно увидеть на бочок. Видите, я всей палочкой притоптала, а теперь бочком вот так развернула, подтянула в уголок вместе стыка, чтобы у меня в зоне вростов ногтевых, в зоне прикрепления не осталось ни трещин, ни зазоров. И теперь, что при помощи акригеля я делаю? Я беру и немножечко его протягиваю в зону свободного края. В чем в данном случае преимущество? В том, что акригель можно прям растянуть совсем тоненько-тоненько, то есть увести его в ноль. Вот оно мое укрепление. Я заложила сразу и толщину стрессовой зоны на первоначальном этапе, до моделирования, и стянула, протянула его на нет. Таким образом. И еще раз палочкой прошли, притоптали. То есть работая всей плоскостью палочки, у меня и поверхность материала сразу получается, видите, достаточно ровная. перед просушкой обязательно форму проконтролируем. Обязательно ее подожмем, потому что в процессе выкладки, особенно при работе с акригелем, мы такое достаточно активное воздействие оказываем на форму, можем ее сбить. Видно, я все это время своими пальцами верхние боковые части придерживала, чтобы форма у меня никуда не убежала. Вот я ее зафиксировала и выкладывала материал. Проконтролировала, поджала и теперь сушим. Акригель будет поджиматься. Так, не видно было, что было не видно. Немножко ушла из кадра, сейчас покажу. Смотрите, 30 секунд я сейчас подсушиваю, и пока акригель горячий, я его могу поджать. Вот в данном случае мы не моделируем арочные ногти, какие-то супердлинные у нас нет, какой-то сложности. Использовать специальные приспособления в виде прищепок, пинцетов нет необходимости. Я тыльными сторонами своих ноготочков устанавливаю вот в зону в роста ногтевых. Вот я установила в месте, именно где у меня трапеция. Зафиксировала своими ноготочками, зажала. Зажала своими ноготочками и держу, пока материал не остынет. Видите, он прям сразу видно даже на этапе подложки, что ноготочек стал, он заузился. Видно? Он стал уже, чем изначально мы его выкладывали. Вот таким образом. У меня уже перчатки прорываются. Смотрите, мы с вами выполнили постановку формы. Постановка формы здесь в данном случае разная. В первом варианте форма у нас установлена с легким заужением под квадратную форму ногтей. Для того, чтобы обеспечить четкие, ровные, боковые параллели. В квадрате все равно эффект, скажем так, параллельности мы обязательно сохраняем, но при этом свободный край нужно заузить всегда. Особенно, если вы будете выполнять французское покрытие. Особенно, если это белый кончик, он визуально расширяется. Поэтому всегда квадрат мы заужаем к свободному краю. При постановке для миндалевидной формы ногтей здесь у нас ноготь уже более длину имеет, более большую. Я фактически заузила, фактически склеила носик. У меня там маленькая-маленькая капелька. Вон, видно в зоне? Ага, фокус. Вот, все равно маленькая капелька у меня присутствует. Если бы мы моделировали стилет, мы бы вообще полностью прям на нет совсем склеили свободный край. Носик формы в данном случае мы опустили. Верхние боковые части, в отличие от указательного пальца, у нас выше уровня. Вот эти моменты, они такие основополагающие, базовые для хорошего, качественного моделирования. Здесь, смотрите, здесь носик формы я слегка заузила, чуть больше, чем на указательном пальчике. И заузила хорошо зажала в зоне вростов ногтевых, так как ноготь был трапециевидный. Вот в данном случае мы можем выпилить хороший такой прям вот зауженный классный квадрат, при том, что у нас само по себе ложе трапециевидную форму имеет. Вот таким образом. Вот она наша разница в постановке формы. Почитаю сейчас вопросы, комментарии. Я рассказывала, увлеклась, не всё было. Можете сейчас накидать вопросиков, у нас осталось несколько минут, я поотвечаю. Смотрите, форму сразу покажу, пока у нас материал подсох. На форму мы надавили на свободный край, вниз опустили, форму сняли. По боковой линии развернули, видно у нас там место для того, чтобы заложить толщину стрессовой зоны. Опустили, форму сняли. Также надавили, форма отщёлкнулась, сняли. То есть без каких-либо там суперусилий это делается. Форма снимается обязательно вниз. Так, по конкурсам, девочки, сейчас я переключу камеру. Ещё раз всем привет. По конкурсам можно мне, конечно, ой, господи, какой-то фильтр с конопушками появился. Совершенно случайно. Да, девочки, пишите в директ. Уже есть расписание. Те, кто мне вписал в директ, и в ожидании, можете продублировать. Есть расписание, конкурсный тренинг, конкурсная установка. У нас начнётся 11-12 января, сразу после праздников. Мы будем с вами работать, там два дня. В первый день у нас там теоретическая часть, регламент, определимся с номинациями. Со второго дня уже начнём подготовку. И конкурс в этом году проводится 12 февраля. Это суббота в рамках выставки Шарм в Ростове-на-Дону. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь с удовольствием. Так, натурал-композит можно полностью на ноготь наносить. Смотрите, в принципе, теоретически можно, вопрос, зачем. Натурал-композит имеет пигментированную, такую желтовато-бежевую основу для удлинения свободного края. Но, на мой взгляд, для именно ложе ногтевого он может быть жестковат. Ну, не будет ни красиво, ни эстетично, плюс всё-таки жестковато будет. А так, в теории, конечно, можно. Ещё там, какие у нас вопросы. По акригелю было, да, что палочка. Да, действительно, палочка удобна. Можно кисточкой доработать, кисточкой на нет его тоже свести. Ну, наверное, резюмирую немножечко наш сегодняшний эфир. Спасибо всем большое, кто присоединился. С удовольствием сегодня с вами пообщалась. Желаю всем творческих успехов в работе. Если у вас... Открой мой инстаграм, пожалуйста. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать мне в директ, в инстаграм и прислать фотки, я отвечаю всегда всем, поэтому очень рада буду пообщаться. Особенно, если там вопрос касается какой-то помощи, я смогу помочь, я буду вот прямо так очень-очень рада. Так, а композит под гель или гель-лаковую систему лучше использовать? Смотрите, под гель-лаковую систему в принципе можно использовать любое удлинение. Можно и акригель использовать, и форм гель-натурал, и натурал-композит. Если речь идет о композите прозрачном, именно композите, не натурал-композите, я бы не рекомендовала под гель-лаковую использовать, потому что он самый жесткий, он стекловидный, и такая большая разница в жесткости будет между материалом гель-лак мягкий, а композит сильно жесткий, поэтому лучше такую середину. Так, у меня ногти трапециевидные, когда зажимают форму при моделировании, и после ноготь отходит от пальца. Появляется анихолизис, да, я так понимаю? Смотрите, девочки, здесь, ну, все должно быть в здравом смысле, скажем так. Не нужно очень сильно жать, не нужно очень сильно пережимать. Если вы выполняете наращивание клиента, например, у грызуна, у которого очень сильная трапеция, там какая-то деформация, очень короткая ложа ногтевая, не старайтесь сразу, с первого раза сделать там суперидеальные узкие ногти. Это процесс, который требует, ну, скажем так, нужно отрастить, вырастить свою натуральную ногтевую пластину, то есть перейти постепенно к коррекциям, и тогда ноготь скрутится в поперечном изгибе и потихонечку вот эта трапеция, она уйдет в хорошую такую хорошую форму. Так, еще ногти, можно мой аккаунт? Да, переворачиваю, девочки, вот, это мой аккаунт в инстаграм, странное название, у меня такое 13 юша 20, давно создан, не хочу его менять, не меняю целенаправленно, просто его люблю, вот, поэтому смотрите, вот он мой аккаунт, посты, пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите в директ, всегда рада общению. Так, смотрите, как ставить под грифозный ноготок форму, вначале я немножечко об этом рассказывала, грифозный ноготок обязательно нужно убирать свободный край, прям, полностью под гипонихией, потому что при грифозном ногте у вас свободный край упирается в форму, форма заквадрачивается, то есть длину ногтевой пластины натуральной полностью убираем. Так, почему отслойки при наращивании стараюсь тонко выкладывать? смотрите, ну, тонко тоже, да, нужно соблюдать толщину в стрессовой зоне, по поводу отслойок нужно смотреть материал, которым вы работаете, нужно сделать, скажем так, отследить обязательно момент, какие у клиента ногти, возможно, ногтевая пластина влажная, из-за этого при твердом моделировании идут отслойки, возможно, нужно какой-то компонент из материалов поменять, напишите мне в директ, я вам по поводу отслойок прям детально распишу и детально отвечу. Так, если нет углов, как форму ставить? Немножечко сейчас отложу аккаунт, второй раз вижу этот вопрос, не успела просто ответить. Смотрите, девочки, когда у нас нет углов, не хватает углов, очень сильный слом, бывают, когда ногти, смотрите, ноготь, ну вот прям там обгрызан, совсем криво через телефон смотрю, и вот она подушечка пальца, и вот он валик, и то есть фактически форму неудобно подставлять, то есть невозможно ее вот сюда установить. Я каким образом делаю? Я беру акригель, выкладываю его прям на кожу, прям на мяско, без постановки формы, вот прям на мяско выложила, апельсиновая палочка выровняла, ну скажем так, доложила толщину натурального ногтя, выстроила боковые параллели, акригелем это очень удобно делать, просушила, в чем здесь преимущество? После полимеризации акригель отстает от кожи, то есть он не прилипает к остаточному кератину и после того, как вы выложили, ну как спротезировали вот этот кусочек либо недостающий уголок, вы совершенно спокойно под уже выстроенные углы можете установить форму бумажную и здесь доложить. Удлинение вам необходимо. Единственное, учитывайте тот факт, что если в таком случае ложи ногтевое вот здесь маленькое, свое, натуральное, коротенькое, не выкладывайте сильно большую длину, иначе будет перегруз в свободном крае и здесь в любом случае появятся отслойки. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Недостающие углы для постановки формы можно дорастить акригелем. Так, все посмотрели, записали. Девочки, еще раз, уже прям время, время у нас. Если я кому-то не ответила, не успела прочитать, пишите в директе, я всем обязательно отвечу. Всем хорошего дня, всем спасибо большое за эфир, всем пока-пока.